Нурлужол Багдар Алмаснан Аясында, Хор Жиэте Жобанске Асрабжатор, он в шинде без смын Адам Гожумусорн Таблу Уотер Казыр Гвахта. Общая стоимость реализации проектов нашего фонда составляет 722,2 миллиарда тенге. Большая часть этих проектов финансируется самим фондом и трансферты из бюджета каждый год уменьшаются. В 2017 году на реализацию проекта госпрограммы Нурлужол в саморухах Азна было запланировано выделение из испусканского бюджета 57,7 миллиардов тенге, в том числе на два проекта это строительство паромного комплекса в порту Курук 50 миллиардов тенге и 7,7 миллиардов тенге в инфраструктуру Национальный индустриальный нефтехимический технопарк. По Куруку работы сейчас в активной базе находятся. Ввод в коммерческую эксплуатацию первого пускового комплекса позволил за истекшие полгода перевалить уже свыше 400 тысяч тонн грузов и в 2017 году ожидается в размере 1 миллиона тонн. Проект будет завершен в 2018 году. По строительству вторых путей на участке Алматы-Шу 80% средств освоено, по 10 участкам открыто движение и в этом году предполагается полная сдача объекта. По проекту создания и комплексной развития специальной экономической зоны Харгос-Восточные ворота проект завершен, введено в эксплуатацию в октябре 2016 года. Сейчас идет работа по активному привлечению инвесторов в этот проект. Проект строительства железнодорожной линии Буржахта-Ерсай также завершен. И проектная мощность железнодорожной линии составляет 4,4 миллиона тонн грузов. К 2020 году мы думаем достичь этой проектной мощности. Строительство нового терминала, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. Министр транспорта доложил, проект был сдан и сейчас введен в эксплуатацию. Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ-НИНТ в Атравской области направлен на создание инфраструктуры для нефтехимических производств полипропилен, в последующем полиэтилен и бутодиен. Сейчас идут работы по СМР, по проекту газотойбинной станции. Реализация ведется в соответствии с графиком. Ввод ГТС в эксплуатацию планируется в 2018 году. Также за счет своих средств КИГОК осуществляет реализацию проекта строительства линий 500 кВт и Кибастузская ГЭС, Шульбинская ГЭС и Ускаменогорск. Далее Ускаменогорск открывает Талдуарган и Алма. Первый этап был в прошлом году на день индустриализации с участием главы государства введен. Сейчас идет строительство второго этапа, построено 414 километров, и завершение второго этапа планируется в 2018 году. Проект полностью обеспечен финансированием, в том числе за счет облигаций КИГОКа было привлечено денежные средства и пенсионного фонда.